У Запада есть второй раз за историю этой войны возможность обеспечить быструю решительную победу Украины. Первая эта возможность была летом 1922 года, после провала под Киевом, Сумовым, Черниговым и во время Харьковского и Касонского наступления. Если бы тогда было оружие, которое уже сейчас есть, сейчас есть в Украине, которое еще до конца не выдавлено, которое было сейчас, которое было несколько месяцев назад, тогда бы это наступление оброшено. Сейчас вот эта линия фронта, тысяча километров, достаточно укрепилась, это классическая патовая ситуация Первой мировой войны, даже больше, потому что присутствие дронов, оно не позволяет никаких таких неожиданных передвижений, крупных маневров армии сделать. Это линия, тысяча километров, линия обречена на длительную операционную войну. Это, кстати, одна из надежд на Путину. Сейчас он надеется на длительную операционную войну и в то же время давление всей своей агентуры на Западе, чтобы склонить Украину, заставить Украину, с одной стороны, ударами Путина по ее инфраструктуре, по ее населению, с другой стороны, как бы дипломатическим на районе Запада, заставить на какое-то прекращение огня, оставляющее Украинскую значительную часть территории. И вот это он спасет, и это он продаст своему населению, как такую почетную ничью. То есть у него резко снизились его цели в этой войне. Она началась как война за мировое господство. Это же, конечно, три дня Киев, вся Украина, но кроме того, не забывайте главное, не забывайте ультиматум, когда он бросил все страны НАТО. Убирайтесь вон на линии батареи в Жигашвили. И помните, как они тогда топали ножками, требовали письменно, письменно, пусть каждая страна письменно ответит, когда она уберется. Он действительно им это верил, что он возьмет Киев, а потом размахивая бомбой, запугает, что жжем из Запада. Сейчас он понял, что эта война уже проиграна, сейчас его цель другая – остаться у власти, проигравшей войну стране. Остаться у власти, следовательно, остаться у жизни. Вот он надеется, что длительное войное истощение в линии фронта, она не приведет ни одна из сторонников, может, добиться преимущества. Она будет истощать волю украинского народа, сопротивление и плюс давление дипломатическое. Кстати, его мирные предложения, они, естественно, всеми высмеивали, как не имеющие практики вообще в мировой истории. Он пытался заходить в Украину, не удалось два важнейших города – Херсон, Запорожье. И он теперь говорит, вот давайте, отдайте мне, уйдите, отдайте мне без боя Херсон, Запорожье, и тогда я, может быть, прекращу огнение. Но это вот с точки зрения его наглости. Но давайте посмотрим с другой стороны, с точки зрения заявленных им в начале целей войны, подготовленных им в течение десятилетия, и готовилась эта ядерная редактрина Патрушева и Пунина. Кстати, где Патрушев? Патрушев, как основной идеолог, изгнан в позорные советники по кораблестроению. А, кстати, второе, косвенная доказательство того, что Путин понимает, что война проиграна, вот та, которую он сначала заявил, это он занимается операцией найти виновных. Вот неожиданно он обнаружил громадную коррупцию в Министерстве обороны. Ну, а что? Да, Тимур Иванов всем известен был кошельком Шойгу, но сам-то Шойгу был кошельком Путина. Он перекладывал миллиарды ближайшим друзьям Путина, через того же Тишин и так далее. Это классическая диктатора задача назвать виновного. И не случайно в обвинениях против Иванова и других генералов мелькали слова «измена Родине». Почему не удалось стать властелином мира? Почему приходится упрашивать там несколько кусочков украинской территории вместо новейшего такого? А потому что предатели в Минштабе. Но предатели-то, я думаю, не будут ждать спокойно, когда за ними, как ждали Тухачевские и Киры, когда за ними приходили следователи в КВД. А кроме того, возникла другая проблема, которая мы начали, кто нарастает с каждым днем. Вот это недоверие, недоверие взгляд-патриотов, которые рано или поздно выгодятся в возник отца ненастоящего. И которая громадная почва. Ведь по существу, по существу, сейчас мы празднуем, извините за выражение, или отмечаем юбилей бунта Пригожина. Ведь бунт Пригожин был примерно под таким же воздухом. Только он не говорил, он подразумевал отца ненастоящего. Он говорил Герасимову, извиняюсь, выражение, просто цитирую. Цитирую. А Шойгу... Это его была замена выражения отца ненастоящего. И с восторгом это было принято. Он взял Ростов, двигался на Москву. Немножко природа уголовника сказалась, а не... Сто процентов. Да. Вот. А идея-то очень популярная. Причем сбавленная такой социальной, я бы сказал не демагогия, а что он спронтирован социально возмущается. Нет, там был национал-сталин такой, в общем, достаточно... Просто он не мог его артикулить, он не понимал сам себя. То есть он же не идеологический. Да, он понимал настроение, он хорошо чувствовал флюиды, флюиды, флюиды. Он их транслировал, усиливал. Ну вот другие... А вот интересно, смотрите, вот два генерала, два законченных мирозавца, конечно, военных преступников, нескольких, он, шаманов и гурлёв, они вот начали такие же мотивы озвучивать. Сенсацию провел несколько дней назад выступление Шаманова в Думе. Как говорили, тишина стояла полная, мухом пролетело бы, слышно было. Потому что все депутаты думали, а почему им это, кто им это разрешил? Да, а что, уже началось или нет? Как нам ориентироваться? А Шаманов бичевал генералов, генерал-лейтенант Салманов, генерал-лейтенант, по-моему, имечевал генералов, которые шьют себе мундиры в лучших ателье, когда солдатам на фронте не хватает гимнастёра. Он орал, что, ну, мотивы те же. Ну, правда, больше пригорно орал, что где снаряды, но это, где гимнастёрки. Но он же, значит, почувствовал, что такие настроения будут нарастать. Вот. Через неделю уже начнут у Машки грёбаные спрашивать, какие-то, имея в виду, мы будем уничтожать американские летающие объекты, почему они до сих пор не уничтожены. Ему не выбраться из этой воронки. Он пока как бы отплевался от угроз, что он не будет, что он будет ядерные бомбы бросать, но он же тут же заменил другим угрозой. Будут бить парадромы, будут убивать, будут уничтожать американские там спутники, самолёты, дроны, которые какие-то, наверняка, американцы действительно делятся разбитой информацией с украинцами. И новой быть не могло. Но вот снова нужно будет действовать. И снова ещё большее количество зет-патриотов решать, что это сами настоящие. А там уже и генералы... Генералы что, им ждать... Или они под... У генералов сейчас два выхода. Или ждать, что они пойдут под чекистскую раздачу, что генералы-предатели всё проворовали. Или они возглавят этот процесс. Смотрите, Андрей Андреевич, давайте поговорим вот о какой новости советники Трампа раскрыли детали мирного плана по Украине. Согласно плану советников Трампа, Киев получит больше оружия только при условии начала переговоров. В то же время в Москве преградят усилением поддержки Киева в случае отказа. План включает прекращение огня на время переговоров. Два ключевых советника Дональда Трампа, начальники штабов Совета нацбезопасности в период его президентства, в 17-21-м, генералы-лейтенанты в отставке Кит Келлок и Фред Флейтс предоставили ему план по урегулированию конфликтов в Украине в случае победы экс-президента США на выборах главы государства в ноябре. Инициатива предполагает, что Киев получит больше вооружений только при условии начала мирных переговоров. В то же время Вашингтон предупредит Москву об усилении поддержки Киева в случае любого отказа от переговоров, сказал Рейтерс Келлок. Согласно плану, во время мирных переговоров будет достигнут прекращения огня на основе преобладающих линий фронта. Советники представили стратегию Трампу и он отреагировал положительно, заявил Флейт. Я не утверждаю, что он согласился с этим или с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь с Казалом. В то же время персекретарь, экс-президент Стивен Чунг, заявил, что официальными следует читать только заявления, сделанные Трампом или уполномоченные членами его предвыборной кампании. Ценность любого плана заключается в нюансах, а в том заключается в нюансах и в том, чтобы учитывать реальное положение дела на земле, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Комментарий Рейтерс. Москва осуждает военную помощь Киеву и так далее, и так далее. Что это за планы, что это за озвучивание его? Возможно, проброс перед... Это мы завтра услышим. Завтра дебаты, и, наверное, это какой-то проброс. Это обязательно, это завтра будет обязательно. Ну что, это как раз то, что нужно Путину в этой встрече тяжелой ситуации. Я уже сказал, что главное для него это оказать давление на Украину, на некие переговоры, ну, как бы трамповские советники подсказали, прекращение огня по линии соприкосновения сторон. Ну, в Путина другую позицию... Конечно, по административной линии предлагает нас, знаете, как предварительные условия. Ну, это... Четырех областей. В общем-то, это принципиально, это то же самое, та же самая идея. Прекратить превращение огня с передачей Путина в некоторых областях. Ну, она как бы бросается с такими претензиями на объективное рассмотрение давления на обе стороны. А вот если Путин не согласится, вот тогда мы Украину завалим оружие, это хорошая такая... показать, что Трамп объективен, а не просто выполняет задания Путина. Вот это удивительная вещь. Путинские, вот эти трамповские инициативы по Украине, все время работающие в русскую сторону. И последняя тоже. Она что-то, какая-то сенсационная? Он все время держит, 24 часа остановит войну. Да, в те же дни, когда советники делали вот это заявление о плане, сам Трамп несколько раз повторил, что причина войны в расширении НАТО на восток, он не обратно, неоднократно об этом говорил и так далее, явно жесткая антиукраинская полиция. Вот зачем она ему нужна, это совершенно непонятно, понимаете. Сейчас, когда вот республиканская партия, я бы уже назвал этих людей, Роджер, Теннер и Маккол, они заняли четко антиукраинскую, проукраинскую полицию, антибалинскую, они публиковали знаменитый документ, который мы с вами еще полгода назад обсуждали, план победы для Украины. Почему-то цвет республиканской партии, он выступает за Украину, поэтому для чего вот Пути, Трамп занимает антиукраинскую, пропутинскую позицию? Это ему не приносит никаких электоральных очков, вот такой актив республиканской партии, он против, это он другую позицию занимает. Вот то массы, что может быть массы Путина, Трампа требует, вот те про трамповское быдло, которые ходят на беде, они вообще слова в Украине не знают, у них другие там вопросы, миграция, потери рабочих мест, его поддерживает умирающий политориат, который он соблазнил 8 лет назад, сказав, что вот вы теряете свои там заводы, политориат, профсоюзы, они десятилетиями человек мог стоять с гаечным ключом у конвейера, привинчивая всю одну и ту же гайку, и получать очень прилично по американским масштабам зарплату. Но сейчас не нужно оказаться в политориат. И Трамп тогда обвинил глубинное государство в том, что они отняли у вас эти заводы, они перевели всех в Китай, а вот я их верну. Никакие заводы они все с ним не верну. Проблема-то не то, что сейчас перешла в Китай, проблема в том, вообще не нужен рабочий класс человечеству. Так же, как ему не оказалось 50 лет, по запросу оказалось ненужным крестьянство. В свое время фермер составляет 90% населения, Семенович, сейчас кажется, 2%, но это рабочий класс стремится к тому же. Ну, эти люди, они много чего, им нравится в Трампе, но они слова-то Украина не знают, то есть никаких внешних, никакого электорального давления на то, чтобы занимать вот такую пропутинскую позицию, считают, что это совершенно пропутинская позиция, это поднимать вопросы. Это принципиальный вопрос сейчас, и революция Макрона, и революция республиканцев, она начинается с одного возраста. Мы должны объявить свою цель в Украине безоговорочное поражение России. А вот эти люди, и Трамп активно, активно, и он может работать на путинский сценарий разделения Украины, которое Путин может продать своему пипу, как такую почетную ничью. Вот. Так, ну нет у меня другого объяснения, что, почему он лезет в свою антиукраинскую позицию, ну потому что, потому что существует какая-то зависимость от Путина. Я не знаю, в чем она заключается, но она явно проявляется. Представляете, у него прекрасно сейчас, вот завтра он мог бы, ну, у меня особое отношение к завтрашнему поединку, так называемые, нет там героев, это вообще позорнейший в истории Америки дебаты двух кандидатов президента, один беспомощный маразматик, а другой просто законченный циничный негодяй. И у меня есть надежда такая, что 90 минут это зрелище убедят американцев, миллионов сто будет смотреть, что ни тот, ни другой не может занять овальный кабинет, это вообще будет катастрофой для Соединенных Штатов. Возможности для появления других фигу достаточно, ну, особенно в республиканской партии, на мой взгляд, есть два блестящих человека, которые могли бы стать прекрасными президентами Соединенных Штатов и лидерами свободного мира, это моя любимая Ника Хейли с одной стороны и другая, конечно, Маккол, Маккол, председатель комитета по иностранному, они могут составить даже такой общий тип, кстати, сейчас очень усиливается давление на Трампа, буквально сегодня я читал опения в одной из газет, это давление вот этого республиканского КРА, взять вице-президента Ники Хейли, как бы согласившись с ее позиции. Нет, ну, на веруке такое давление оказывается. Так нет, там цифры потрясающие, ну, не просто взять, а взять как бы ответ с ее позиции по Украине, она как бы будет выручена цель с залогом проведения Путиным вот той проукраинской позиции, которую артикулирует линии республиканцев Конгрессии. Этот тыкет выигрывает там, ну, там 15-20 процентов, ну, не было общеамериканских опросов, но, вы же помните, когда Хейли соревновалась с Праймерс, все опросы показывают тогда, что Трамп, да, выигрывает в бане процентов в 5, это может быть ошибка статистическая, а Хейли выиграла в 18. Так вот, доводы в пользу тыкета Трамп и Хейли, они громадные республиканской партии, это абсолютно, абсолютно гарантированный выигрыш, никакой конгрессии нет. тем более объемы нашего передачи нам не позволяли вот в последние недели сосредоточиться на Ближнем Востоке, там победение в Байденской инстанции еще более чудовищно, чем в Украине, там идет активнейшее совершенно предательство интересов Израиля под влиянием вот этого леволиберального крыла прогрессивистов, так называемых, которые организовывают эти демонстрации провести по существу Хамас и Белый дом оказывают давление на Израиль в одном и том же направлении. Они рекомендуют проверить Су Израиля заключить соглашение об обмене заложников, тех, которые сейчас стали живыми, с прекращением войны, с выводом израильских войск из Гады, то, на что он настаивает Хамас. Но по существу о поражении Израиля. Но ситуация ужасна в Израиле, тем более там достаточно внутренних полезных буржуазных идиотов, которые эксплуатируют вот эту тему заложников, играют на горе семей. Вот давайте на все закроем глаза, нам надо освободить заложников. Вот проклятый Натаньях он виновен в том, что из заложников надо их восстановить, а дальше если для этого Хамас требуется мы должны уйти из Гады, нужно уйти из Гады. Это путь к самоликвидации Израиля, естественно. И вот на этот путь его на так администрация Байдена. Поэтому вообще Трамп республиканцы, вот эти республиканцы в Палате, они наносят удары по Байдену, обвиняя его по политическому агрессору и в Украине, в Израиле. И Трамп мог бы взять эти карты, они очень выгодны для него. Также после этого он получил бы громадное количество доноров, особенно произраильских доноров в СССР, объединил республиканскую партию. Масса плюсов. Но на это не пойдет, потому что самый вопрос личностный, ему нужны преданные люди. И вот я боюсь, что, да, он, кстати, обещал завтра во время дебатов назвать вице-президентом. Я боюсь, что это будет негодяй сенатор Венс. Вот украинцы прекрасно знают эту сумасшедшую бабу в палате представителей Коррера, Телли Грин. Так вот, это Венс, это Телли Грин в штанах, бегающий не в палате, а в Сенате. Уж все, он обвинял Украину во всем, я не знаю, в торговле оружия, в торговле с Милоргами, ну, и вот это все. Какая вероятность, что именно Венс он назовет? Вот названы сейчас три кандидата. Три вузы, Венс, Рубио и, по-моему, Стефаник, это женщина из палаты. Ну, вот Рубио, это не Венс, но он очень стелится перед Трампом. Вообще-то, он был таким ревенцем, с муриканцем. На вопросы об Украине он всегда отвечал очень уклончиво и во всем случае недоброжелательный. Но назначение Венсона, это просто значит уже будет, это стопроцентно. Это назначение Кремля фактически. Он не давит Украину не меньше, чем Кремля. Вот чем? Вот объясните, вот мне говорят, ты конспиратор, ты вот тянешь на Трамп. Объясните мне, русскоязычные мудаки, поклонники Трампа, почему? Почему Трамп занимает такую позицию в Украине, которая не приносит в Украине. Никаких революционных очков, а только проблемы в республиканской партии. Редактор субтитров А.Семкин